Кюй Специальный труд, описывающий традиции и судьбу музыкального искусства в целом – это произведение «Полдень» Таласпека Асимкулова. Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире «Одна книга» и я, Асим Омар. «Полдень» – единственный труд, вышедший в свет при жизни автора. Несмотря на простоту изложения, произведение содержит очень глубокий смысл. В автобиографическом романе автор повествует о своем детстве, а также рассказывает о судьбе музыкальных традиций и искусстве кюя, находившихся под запретом в советское время. Большинство главных героев – пожилые люди. И это непростые люди. Каждый из них неповторимый, легендарный и талантливый мастер своего дела. Он любил слушать музыку вот так, закрыв глаза и вдыхая запах полыни, идущий от отцовского чапана. В узле первой части кюя его сердце взбрыкнуло, как лошадь, на глазах выступили слезы. Он не мог бы сказать, что именно слышит. То ли сладкий лепит малыша, то ли обрывистое признание влюбленного подростка. После завершения кюя горло еще долго болит. Не дает сглотнуть, будто в нем застрял камень. А Джагирей дышит осторожно, чтобы не были слышны его рыдания. Складывается ощущение, что названием произведения автор хочет сказать, что главный герой Аксакал Сабыт научил о Джагирее искусство исполнения кюя, в нужное время. В книге «Факты о древней истории казахов», начинающиеся со слов, как говорят уважаемые старцы аула, дают читателю точную и достоверную информацию. Это первое казахское произведение, выпущенное за счет средств типографии США. Такого события в казахской литературе не было за последние 30-40 лет. Книга, переведенная на шесть языков мира, по-прежнему пользуется спросом. Продолжение романа под названием «Старый кюши» было собрано и переведено его супругой, Зирой Нуразбаевой. Автобиографический роман о детстве и юности, а мой роман уже о зрелых годах этого же героя, Аджагирея, ну это условное имя Аджагирея, на самом деле прототип сам Талазбек. Я переводила роман «Полдень» с казахского языка, и, конечно, было очень трудно, потому что, хотя язык Талазбеку не считается таким сложным казахским языком, Талазбек никогда не стремился доказать, что он знает язык лучше, что у него лексика миллион слов и так далее. Его сложно переводить на русский, во-первых, потому что очень много таких казахских слов, они на казахском хорошо звучат, но в переводе они звучат очень так, выиспренне, неестественно. Например, «калактажаскелен», по-русски вот это «кокетливое» и так далее, оно тоже всё не даёт негативный оттенок, а в казахском «калактажаскелен», «калактагаз» – это в хорошем значении идёт, и, во-вторых, была проблема с переводом терминов, связанных с дамброй. Даже «щерпкал», да это же не «тёкпекю», то есть это не западный, «кшежездункю», не младшего жуза, а среднего жуза. А «щерпто» обычно на русский переводил «щерпе» щипковая техника. Щипать – это шамшу, а это вот такая вот техника. Известно, что Талазбек Асимкулов прошёл большую подготовку перед написанием произведения. Это видно из художественного мастерства при описании персонажей произведения, профессионального владения мастерства исполнения кюев. Высокий уровень интеллектуальности старца Сабита прослеживается при обучении разным кюям. В произведении автор очень выразительно передаёт языком кюя расставание Ажигерея и Гульшат. В конце концов, жизнь – это не удовольствие и не страдание. Жизнь – это деятельность. Его дед довёл свою работу до конца. Легко ли было одному человеку пройти через столько премудростей? Одно только это слово автора заставляет задуматься. Талазбек Асимкулов делает вывод о том, что между жизнью и смертью необходимо сохранить духовные ценности, культуру и искусство. Создание нового Казахстана начинается с интеллигентной, образованной нации. Давайте читать «Вместе страна». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова